Фоном звучит тайская музыка. Парни пускают в ход кулаки, локти, ступни и колени. Используют технику работы в клинче. Так ребята уже не первый год отдают дань памяти ветерану островного спорта Анатолию Анохину. Вносил он много, развивая наш спорт. Он занимался и бегом, и лыжами, и боксом также занимался. Поэтому на Сахалине он начинал еще с далеких 50-х. Принес большой вклад, развивая вообще спортивное движение на Сахалине. Есть контакт. Работают с полной выкладкой. 12-летний воспитанник клуба «Патриот» в синем шлеме Тимур Сейтаблаев спорит за право выйти в следующий круг с соперником в красном с Авелием Поломошных. Клуб «Скала». Это категория до 64-х килограммов. Формула боя. Три раунда по полторы минуты. Поймал его коленями. Долбишь, долбишь, долбишь. И он устает. Он вообще не борется. Он дает тебе лечь на него. Головой вниз не лезь. На ногах взрываешься. Два прямых туда саживаешь. В конце ногу. Дыши. Полторы минуты осталось. Савелий к концовке совсем потерял бдительность. Много открывается под удары. Даже получает нокдаун. В итоге Поломошных уступает. Впоследствии разделит третье место с Ладом Брюховым. Серебро у Глеба Соловьева. Все из клуба «Скала». А победителем стал ученик тренера Сергея Киша Тимур Сейтаблаев. Я поджимал. У меня все получалось. Я почти на культуру соперника. У меня все получилось. Я старался бить коленями больше. Мне подсказал тренер. Заводными оказываются и малыши. Детсадовцы выступают в полной защитной экипировке. Демонстрируют показательную технику тайского бокса. Больше толкаются. Обозначая удары перчатками в голову. Раунд длится минуту. Я в Таиланде всегда трудался. И потом прийти в Россию. И тут начал выиграть. Ну, иногда ничего у меня было. Но я всегда пил шесть. Счастливчики от 12 лет и старше, ставшие сильнейшими в своих категориях, получили право войти в состав сборной команды Сахалинской области. 20 апреля предстоит выложиться на первенстве России в Нижнем Новгороде. Игорь Антипов, Данила Маслов, телекомпания ОТВ.